Несмотря на вчерашнее резкое укрепление доллара, нефть пока держится от снижения под давлением подорожавшего доллара. Причем стоит отметить, что для нефти сохраняется потенциал для дальнейшего роста, и подняться выше нефть может уже сегодня. Поводом станут предварительные индексы деловой активности в США. Эти индексы без исключения должны снизиться как в промышленном, так и в секторе услуг, что негативно отразится на доллары и позволит черному золоту немного потрасти в цене. Всплеск активности длинных позиций по фьючерсам на нефть марки Brent, который был замечен в районе уровня 80 долларов, был прерван, и рынок начал откат вниз. И с точки зрения технического анализа важным моментом является отсутствие стабилизации котировки выше уровня 80 в течение дня. Это может указывать на то, что рынок пока еще не готов удерживать цены на текущем уровне, и вполне возможен еще возврат котировки к уровню 78 долларов за баррель. А вот золото, несмотря на все резкие подвижки на валютном рынке, сохраняет удивительную стабильность, что, к слову, в очередной раз доказывает, что произошедшее вчера на валютном рынке носило спарадический явно спекулятивный характер. Это может свидетельствовать о потенциальной неуверенности или осторожности среди участников рынка. Для подтверждения и устойчивости восстановления стоимости золота требуется стабилизация котировки выше уровня 2050 долларов за тройскую унцию. В противном же случае существует риск повторного касания уровня 2000. Но, скорее всего, золото будет сохранять устойчивость вплоть до завтрашнего заседания правления Европейского Центрального банка. И если его итоги совпадут с ожиданиями, то вначале оно будет несколько снижаться, а спустя некоторое время не просто восстановится, но и двинется выше текущих значений. Стабильно себя ведет и российская валюта, которая пока консолидируется в диапазоне от 88 до 89 рублей за доллар. Вчера доллар по отношению к рублю продемонстрировал укрепление в стоимости на примерно 1%, однако это движение не привело к радикальным изменениям цен, фактически это может быть лишь спекулятивный скачок активности, поскольку с открытием нового торгового дня рубль практически восстановил все свои позиции. И на основе имеющейся динамики можно сделать вывод, что давление на долларовые позиции по-прежнему сохраняется на рынке. Сдвинуться с места рублю мешают открытые противоречия между правительством и Банком России. Вчера стало известно, что ряд депутатов Государственной дубы совместно с Министерством финансов предложили законодательно продлить обязательную продажу экспортной выручки как минимум до конца текущего года. Но регулятор заявил, что по крайней мере на данный момент Банк России не видит предпосылок для подобных действий. В ближайшее время вопрос должен быть решен и то, как именно придаст дополнительный импульс рублю в том или ином направлении. На этом у нас пока все, мы желаем вам профитных сделок и ждем вас на нашем канале с новыми видео уже через пару часов. До встречи!